так на чем мы там остановились мы сделали заднюю железку мы сегодня это дно я думаю доделаем сначала отрезаю этот кусок хотя нет не отрезаю делу экструд поднимаю к верху и буду удалять лишние полигоны поскольку детали меня все разные нужно подгонять именно под разные детали половину железки этой удалю и здесь буду делать экструд сначала выбираю эти ребра делаю экструд подымая к верху немножко попозже буду выравнивать теперь с этой стороны также выбираю ребра делаю экструд и сшивая вертекса теперь эти части можно выровнять не обязательно идеально ровно делать поскольку эти места все равно незаметно а здесь подгоняю и сшивая вертекса так что вот это за задняя часть у меня она идет в кабину кстати можно удалить половина полигонов верхних зачем они нужны с этой стороны сразу можете выбрать ребра и сделать экструд и немного вверх приподнять а потом будете сшивать сначала подгоню а потом с той стороны также выбираю ребра и сделаю экструд а эту часть пока немного приподниму чтобы у меня ничего там не вылезала мы теперь буду делать всевозможные деформации вот здесь меня будет вмятина там втулка какая-то будет находиться и в этом месте тоже у меня две выемки должны быть сначала ребро по центру добавляю и это ребро разделю но чтоб равномерно было также делаю экструд и вниз опускаю немного скос и здесь также немного вытягиваю здесь тоже самое делаю сначала посередине потом разделить также выбираю полигоны опять экструд и немного выравниваю ну так пока приблизительную форму подгоняем здесь не нужна никакая точность и с этой стороны тоже хотя сначала немного поменьше сделаю луп добавлю и также делаю экструд и скос хотя вот я скос и везде сделал а потом они мне я думаю не понадобятся маленько буду делать по-другому ну посмотрим еще здесь пока также не знаю что буду делать давайте перейду теперь к этой железки удалю все лишние полигона и буду сшивать здесь кстати легко можно все сшить просто выбираете ребра вот этой детальки которую я углубил не вот эти а вот именно вот эти делать экструд подымать и к верху но сначала выравнивать и подымать и а потом просто вертекса сшивать и все также делаем экструд выравниваем и сшиваем вертекса в общем выровнял я сетку теперь можно выбрать ребра где хочу сделать фасочки не то что фасочки а чтобы мне эти фасочки поддерживали форму вот в этих местах выбираю именно в тех местах где мне нужно сохранить форму так вот пройдусь по всем местам с этой стороны и с этой стороны и кстати с можно сразу и здесь выбрать также сохранить форму перейдем теперь к этому месту быструю фаску я здесь делать не буду поскольку пришлось бы много лишних ребер удалять а это ни к чему здесь просто выбирайте именно те какие нужно чтобы форму сохранить ну дальше на тройку нажимаем проверяем форма сохранилась сохранилась и теперь остается только сетку исправить и все и дальше добавляйте всевозможные деформации так ладно давайте быстренько исправлю сетку вот здесь мне нужно лук добавлять а то мне сетку тяжело будет исправлять мне зацепиться не за что здесь готова и здесь ну здесь сетку кстати легко исправлять здесь нет таких сложных мест где нужно голову поломать здесь все настолько просто здесь также посередине еще лук надо добавить или сюда ввести но я в принципе буду марш делать но хотя лучше так не делать лучше лук добавить сюда добавляем и сюда еще раз посмотрим но теперь можно добавлять здесь здесь тоже самое посередине здесь крестовину и сцепляем и постоянно на тройку нажимаем и проверяем а то можно промахнуться вертекса не с не сошьются и у вас будет косяк и здесь также посередине добавляем ребра ну и дальше пришиваем здесь также крестовина и снова пришиваем на троечку нажимаем проверяем вот я вижу что я неправильно шил вертекс у меня уплыл поэтому проверяйте всегда на троечку нажмите посмотрите здесь нормально опять добавляю посередине и снова добавляем и здесь также посерединке и сюда добавляю вот здесь у меня треугольник поэтому я добавляю просто лук и готово дальше пришиваем то есть добавляем ребро и здесь также лука будем добавлять я вот смотрю у меня здесь какой-то косяк а ну да здесь я не сделал фасочку поэтому фасочку мне придется делать самостоятельно сейчас сделаю сейчас сделаю а то у меня там мягкий переход ну сначала сетку до конца исправлю а потом вернусь к тому месту здесь также я не сделал фаску поэтому мне в этом месте также нужно делать фасочку да как-то я не уследил удаляю эти ребра то есть эту фаску сначала удаляю потом выбираю вот этот луп и делаю фасочку а это место просто исправляю просто вертекса сшиваю и посмотрю вот я смотрю этот вертекс не нужен мне здесь опять на троечку нажимаю и проверяю чтобы у меня не было никаких ингонов и треугольников нормально пойдет теперь в этом месте также отправляю готово готово теперь здесь нужно сделать фаску тоже не уследил фасочку здесь не сделал придется самостоятельно делать это ребро удаляю и новые будем рисовать то есть создавать вот сюда веду и вот сюда также добавляю а здесь просто сшиваю ну я имею ввиду просто соединяю так у меня треугольник здесь не нужен поэтому придется треугольник также убрать ну вот на троечку нажимаю и проверяю теперь фасочка готова скос присутствует то что надо дальше добавляем лупы где их не хватает и проверяем вот здесь чего-то было у меня криво поэтому нужно немного выровнять вот здесь какой-то проем удаляю эти лупы и сначала буду выравнивать а то у меня криво получилось сюда вытягиваю и просто заново создаем ну и все дальше добавил лупы чтобы сетка была равномерной и можно продолжать добавлять всевозможные детальки вот в этом месте хочу добавить две детальки ну просто две железки чтоб место не смотрелось пустым а то скос скосом но все равно смотрится маленько не так как мне хочется но если вас устраивает вы можете оставить так как есть либо вообще что-нибудь другое сюда добавить либо вообще по-другому сделать вот сначала прикинул меня устраивает дальше я добавляю фаски добавляю еще пару лупов чтоб сетка поравномернее была и этот кусок просто дублирую оставим теперь перейду к другой стороне ну я имею ввиду к другой части и так же буду добавлять сначала попробую такие же две железки влепить если понравится оставлю не понравится выкину не обязательно делать постоянно такие угловатые железки вы можете просто какие-нибудь трубки добавить просто какую-нибудь трубу добавьте чтобы шла вниз тоже будет смотреться довольно таки неплохо поэтому сами смотрите что добавить вот к примеру я сделаю большую железку здесь не две а просто одну выберу выберу эти два полигона сделаю экструд немного стяну еще один экструд и наружу небольшой скос сделаю сверху и снизу так секунду с помощью слайдера скос делаю и теперь просто выбираю все ребра и делаю фаску так я удалил нижние полигона поэтому у меня здесь такой своеобразный косяк да просто удаляю эти полигоны и готово эти места все равно скрытые они будут незаметны дальше добавляю пару лупов чтобы сетка немного равномерно было и нормально видите ничего не заметно поэтому также учитывайте дальше прикидываю вписывается она сюда в принципе вписывается можно оставить можно кстати еще крепежи добавить вот этот крепеж который делал я же его сдублировал обязательно и можно сюда подогнать просто так же раздублировать с определенным шагом сначала посмотрю вообще нужен он здесь или нет может он сюда вообще даже не вписывается давайте сделаем его поменьше и попробуем расположить так если еще поменьше сделать да пожалуй кстати можно вот такого размера и просто сдублировать еще раз дубликат и посмотрим в принципе можно оставить давайте пока оставлю если не понравится можно все равно в любой момент удалить теперь в этом месте нужно что-нибудь изобразить не буду я здесь делать деформации я просто буду добавлять всевозможные детальки делаю фасочку так же накину пару лупов и посмотрю сдублируем да вот так вот и оставлю а то деформации делать в этой железке это постоянно сетку исправлять время уйдет только да и тем более эту железку в китбаш не будешь закидывать поэтому можно и халтурить это одноразовая железка ну и в этом месте можно сделать отверстие чтоб пусто не смотрелось да и вообще на дно этой машины много отверстий накидано ну такой дизайн выбрали снова делаю скос и делаю фасочки на тройку нажимаю и проверяю смотрится ли это отверстие смотрится теперь можно сразу накинуть вот эти вот гайки в определенные места чтобы посмотреть где что добавлять где чего не добавлять а то если много всяких деформаций сделаем гайки будет негде располагать вот в этом месте он кстати вот как только гайки начали добавлять и уже сразу смотрим что в этих местах не обязательно какую-либо железку добавлять или делать деформации отключу сетку и посмотрю как смотрится без сетки а то очень часто сетка глаза мозолит нормально в этом месте все смотрится теперь можно добавить втулки в эти места где я делал экструд выбираю цилиндр и размещаю тоже прикидываю что здесь я хочу сделать если у вас есть в китбаши какие-нибудь простенькие железки вы можете эти места просто какими-нибудь железками закрыть но раз я запись сделал от начала до конца поэтому я из китбаша ничего не достаю а просто делаю все в записи ну вот здесь какой-нибудь переход можно добавить на самом деле можно было бы что-нибудь посерьезнее сюда добавить ну я имею ввиду что-нибудь смоделировать просто не хочется ничего серьезного сюда моделировать никаких пружин никаких ароматизаторов не хочу уже делать сюда поскольку и так на дне ничего не будет видно а я тут как говорится уж совсем перестарался но вообще по идее как-нибудь потратьте свое время сделайте дно какой-нибудь машина вообще легковой там грузовой да неважно какой сделайте идеально хорошо сделайте и просто закиньте в китбаш и потом когда будете моделировать какие-нибудь машины вы просто с китбаша достаете это дно к примеру хоть высоко детализированное и вам только останется кузов сделать и все и вам не нужно будет заново моделировать какое-нибудь нелепое дно здесь что-нибудь сделаю с мягким переходом а хотя может быть и жесткий переход может быть фасочки добавлю будет чтобы был жесткий переход сначала посмотрю вообще как будет смотреться что-нибудь заумного здесь не хочу делать сначала сделаю скос и фасочку добавлю все-таки не буду делать мягкий переход пусть будет немного угловатым прикинем ну в принципе нормально смотрится немножко ниже опустить а то на весу пойдет теперь мне нужно сделать имитацию отверстий у этой железки поэтому выбираю полигон дублирую полигон у этого цилиндра я буду подгонять к этой железке чистим историю центр пивота а то у меня пивот улетел теперь выбираю полигон 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 сдублировал делаю экструд и задаю толщину ну теперь просто выбираю ребра делаю скос и делаю фасочки вот поддельное отверстие на самом деле здесь отверстия нету но смотрится как будто оно присутствует теперь комбинирую эти две детальки сначала лупы добавлю чтоб сетка была поравномернее комбинирую чищу историю и можно дублировать вот сюда перемещаю удаляю железку и сюда перемещаю а эти кубики удаляю ну вот вот такую железку сделал посмотрю как смотрится в принципе можно и дублировать теперь вот в этом месте тоже пустовато поэтому сделаю такую же железку как и на той стороне сначала прикину штучки 3 сделаю наверное ну да в принципе вписывается так же делаю фасочки и дублирую на остальные стороны ну я имею ввиду на те места где хотел выставить их старые удаляю дальше гайки добавляю сюда добавим и сюда добавляем на другую железку кстати также также можно эти гайки добавить две с одной стороны и две с другой стороны как будто они там снизу крепятся намного лучше получается ну я имею ввиду поинтереснее и здесь по одной теперь выбираю вот эту детальку комбинируя и переношу на другую сторону ну я имею ввиду на другое место я смотрю что по размеру не подходит поэтому мне придется одну железку подогнать и просто раздублировать ее просто выбираю крайние ребра и подгоняю а потом просто раздублирую сначала сделаю сепарайт и выбираю вот эти вот крайние ребра так секундочку вытянул расширил немного криво смотрится поэтому выбираю лупы по краям и удаляю и создам заново теперь смотрится так как нужно а вот со скосом я здесь погорячился скос мне однозначно вот в этой яме не нужен так что давайте я заново перейду к этой железке выберу вертексы и просто выровню а то все таки скос мне здесь не нужен так давайте еще раз посмотрим ну вот теперь уже вписывается удаляю эти железки и просто дублирую теперь можно скомбинировать весь этот массив и сдублировать если хотите можете не комбинировать а просто сдублировать и перенести вот в этом место и сюда но все равно надо потом будет скомбинировать выбираю гайки также дублирую и переношу вот здесь немного пониже и сюда по одной теперь в этом месте также нужно добавить какую-нибудь втулку просто дублирую цилиндр удаляю все лишнее оставляю только один цилиндр и снова нужно сделать имитацию отверстий поэтому этот цилиндр я буду дублировать сначала подгоню под размер а потом дублирую цилиндр немного отскелю сначала с одной стороны подгоню а потом с другой удаляю лишние полигоны снова делаю фасочку то есть сначала скос а потом фасочку чтобы видно было как будто здесь находится отверстие и с другой стороны тоже самое задаю толщину удаляю лишние полигоны снова делаю скос и добавляю фасочку я вижу что отверстия проникают в нижние полигоны поэтому можно нижние полигоны этого углубления выбрать и просто немножко приподнять чтобы ничего не проникало сделайте просто это и все или можете также оставить в принципе там ничего не заметно теперь посмотрю нужно где что еще добавить если ничего не нужно добавлять то можно одзеркалить сначала выбираю все железки которые я добавил основной железки в основном меш и скомбинировать нужно чтобы не переносить потом на другую сторону поскольку я сейчас буду зеркалить вот я скомбинировал отзеркалил и видим что все железки перенеслись также на другую сторону обязательно проверяем чтобы все нормально отзеркалилась чтобы вертексы все нормально шились чтобы ничего там лишнего не добавилось не убавилось все проверяем так ну вроде все нормально одзеркалилась единственное что вот теперь вот эти вот железки нужно скомбинировать и также одзеркалить на другую сторону не только эти железки нужно скомбинировать и зеркалить но и также нужно и гайки все выбрать и также скомбинировать и также одзеркалить вы ж не будете по одной переносить на другую сторону поэтому комбинируем даже зеркалить не буду я просто сдублирую и перенесу на другую сторону делаю дубликат и на скейле по иксу выставляю минус 1 вот пожалуйста у меня теперь эти железки на другой стороне дальше накидываю блин и смотрю чтобы не было никаких стяжек и вообще чтобы все смотрелось отключаю отображение сетки и смотрю в принципе нормально смотрится но все равно если честно немного плоская мне не особо это нравится давайте сможешь применю посмотрим на троечку нажимаю нормально но я еще там спереди буду добавлять железки поэтому также будет смотреться теперь выбираю эту железку также зеркалю и проверяю чтобы вертексы нормально сшились нормально вписывается теперь выбираю эти железки и также зеркалю на другую сторону эту железку туда же сейчас посмотрим в принципе сейчас все железки нужно перенести на другую сторону поскольку дно я уже почти сделал осталось только спереди там добавить определенные детали итак теперь выбираем этот массив и тоже на другую сторону так мне мешают эти полигоны сначала я их удалю а теперь переношу этот массив на другую сторону также просто зеркалю и все так здесь кубик какой-то удаляю теперь этот массив зеркалим и еще раз проверяем так я смотрю тут передней части переносим также на другую сторону эту часть туда же и эту часть туда же ну вот дно почти доделал осталось только спереди доделать добавить еще пару деталей и будет уже готово ну и дальше смотрим повнимательнее если все устраивает можно все оставить нет ну я имею ввиду спереди это все равно нужно еще делать а вот это что мы сделали если что-то не устраивает сразу переделывайте я считаю я считаю можно оставить ну не очень-то мне нравится оно все равно как-то плоско смотрится ну так уж и быть оставим теперь спереди будем делать и и снова сначала подгоняем что у нас будет спереди нужно по-любому сначала эту дырку здесь закрывать только какая здесь будет деталь еще под вопросом может быть так же со скосом может быть немного поглубже скос будет сделан или вообще эта деталь немного поглубже и добавлять всяких маленьких деталей ну сначала закроем эту дырку а дальше посмотрим что будем делать дублирую эту геометрию немного отскелю и так же буду подгонять мне нужно чтобы железки эти сливались вместе ну я имею ввиду чтобы крепления хоть какие-то были а то получается как какое-то лего сначала эту железку буду подгонять делаю небольшой скос выбираю полигончик делаю экструд сильно далеко загонять не буду и так же сделаю скос ну вот уже вписывается то что надо дальше прикину что еще можно сделать по-любому удалю лишние полигоны выбираю выбираю эти полигоны и удаляю и кстати можно шить закрыть эту дырку а можно не шивать все равно это место незаметно дальше делаю фасочку для сохранения формы на троечку нажимаю и проверяю ну я вот вижу что у меня там стяжка получается наверно все таки придется мне дырку эту закрыть а в этом месте можно сделать отверстие для болта причем отверстие немного внутрь выбираю заново эти полигоны делаю экструд внутрь и удаляю полигоны а здесь просто делаю фасочку на троечку нажимаю и проверяю вот кстати смотрится довольно таки неплохо для болта отверстие есть а в этом месте можно сделать небольшую деформацию выбираю полигоны делаю экструд еще раз экструд и немного внутрь дальше фасочку добавляю и добавляю подерживающие ребра ну чтоб форму не нарушала на тройку нажимаю и проверяю а кстати теперь у меня там стяжка не совсем большая похоже дырку все-таки я закрывать не буду я просто добавлю еще пару лупов и так и оставлю теперь сделаю еще одно крепление но это крепление я сделаю немного подлиннее и причем такое крепление чтобы оно крепилось где-нибудь на два болта ну сейчас что-нибудь изобразим выбираю эти полигоны делаю экструд немного стягиваю теперь в этом месте делаю экструд и выравниваю и в этом месте также выбираю полигоны делаю экструд и вытягиваю дальше делаю скос здесь кстати также можно удалить лишние полигоны выбираю и удаляю они здесь мне не нужны можно также либо дырку закрыть либо оставить все равно не видно сдублирую на всякий случай этот кусок и сделаю фасочку фаски сделаю быстрые опять же на троечку нажимаю и проверяю ну в этом месте я подправлю чтобы стяжки не было но сначала посмотрю как смотрится вообще это место которое я сделал в принципе нормально но остается только это место подправить нет полигона удалять не буду а сделаю проще ну здесь просто добавить пару ребер а старые удалить здесь ничего сложного то нет посередине не добавляйте да по краям вот добавил а это все удалил вот это и вот это я и так здесь сделал быстрые фаски и проверяйте обязательно вот видите я там не выставил правильно и у меня вертекс гулял пришлось сшивать здесь делаю то же самое как и с той стороны добавили и удалили опять вертекс не шил опять он у меня гулял по бокам кстати хочу тоже сделать экструд вот кстати здесь придется мне сетку переделывать вот смотрите делаю экструд что происходит у меня сразу сетка вся сломалась поэтому мне придется создавать новые ребра а старые удалять вот почему я и говорю что продумывайте заранее я фаски сделал раньше времени и теперь у меня появились всевозможные сложности которых можно было избежать с снова выбираю полигоны и опять же делаю экструд ну и сначала посмотрю как смотрится если экструд сделать снаружи не сильно массивно не смотрится теперь попробую внутрь внутрь смотрится лучше поэтому оставляю внутрь и добавляя фаски ну и дальше добавляю поддерживающие лупы для того чтобы сохранялась формы ну смотрится нормально теперь в этом месте мне нужно добавить гайки либо болты сначала посмотрю стоит ли еще чего-либо добавлять нет все так оставлю а дубликата удаляю теперь я добавляю болтики сначала болтик в это отверстие добавлю все подогнал а на другое крепление я добавлю гайки не буду делать никакие отверстия а просто сверху добавлю гайки вот две гайки добавил ну получается такое вот крепление немного посерьезней ну в принципе крепление с креплениями я закончил теперь мне нужно добавить фиктивные отверстия для рулевого крепления так создаю цилиндр и подгоняю вот в это место а то у меня здесь получается как-то тупо сначала выставляю ровно по центру потом удаляю лишние полигоны и задаю толщину удаляю лишние полигоны делаю скос и делаю фасочки еще раз смотрю вот такие вот отверстия получились уже смотрится намного лучше и более логически смотрится теперь эти железки комбинируем накидываю блин чистим историю и проверяем на стяжке и сразу же зеркалим на другую сторону вот здесь сначала добавлю пару лупов чтобы сетка была по равномерней опять чистим историю и зеркалю этим отверстием также накидываю блин теперь посмотрим что здесь можно сделать сначала добавляю луп разделяю выбираю полигоны и делаю экструд внутрь обязательно сдублируйте эту часть иначе сломаете здесь что-нибудь придется заново создавать сделаю быстрые фаски посмотрю как выглядит ну и дальше добавляю еще пару лупов и выберу полигон посередине и просто их сдублирую и буду делать какую-нибудь крышку в этом месте сначала подгоняю форму чтобы у меня не заходило ни за какие края сейчас прикину фасочку я удалю с этих полигонов и сделаю экструд этим полигончиком дальше удаляю все лишние полигоны и можно сделать фаску сначала наверное сделаю скос а потом сделаю фаску снова на тройку нажимаю и проверяю да нормально сюда она подходит эта крышка теперь я буду делать деформации на этой крышке вот здесь можно сделать экструд и небольшую выпуклость пожалуй все-таки фасочки добавлю этой выпуклости чтобы она выделялась и добавлю еще пару лупов для сохранения формы этих выпуклостей ну так же буду делать все с одной стороны а потом просто отзеркалю ну чтобы не тратить время да и вообще не делать двойную работу давайте сначала пару болтиков добавлю как будет смотреться я этой крышке отверстия не буду делать а просто расположу сверху эти винтики немножко поменьше и на другой край тоже переместить посмотреть снизу можно по два болтика сделать а сверху наверное сделаю по одному сначала посмотрю как будет снизу смотреться да вот два болтика оставлю а сверху все-таки сделаю по одному не буду по два делать сначала с одной стороны потом с другой просто дублируем теперь выбирая полигоны у этой крышки дублирую эти полигоны и буду подгонять очередную детальку ну чтобы не делать деформацию не выбирать полигон не делать экструд а потом добавлять лупы чтобы поддерживала форму я же эту деталь все равно но я эту крышку в кетбаш закидывать также не буду она также одноразовая поэтому можно и делать скажем так одноразовую дублирую эту железку и располагаю по середине с определенным шагом опять немного выравниваю смотрю как смотрится в принципе вписывается теперь с этой стороны нужно добавить либо какое-нибудь отверстие ну тип отверстия вмятину сделать круглую давайте сначала круглую добавлю посмотрю как будет выглядеть не понравится можно откатиться ну и также дубликат делайте этой железки если что не так всегда можно вернуться к дубликату и здесь небольшую вмятину сделаем также накидываю фасочку и смотрю хочу форму сделать немного пожестче поэтому добавляю лупы теперь форма остается пожестче а то сильно мягкая была теперь сюда добавляю лупы и в этом месте также можно сделать какую-нибудь вмятину такую небольшую просто пимпу ну и пониже также можно добавить если хотите теперь удаляю одну половину и просто зеркалю на троечку нажимаю и проверяю чтобы у меня вертексы все были сшиты вот я вижу что у меня вертексы неправильно сшиты мэш сделал поменьше дальше чистим историю комбинируем все эти детали от этой крышки и накидываем блин смотрим чтобы не было стяжек и смотрим как она сюда вписывается ну в принципе нормально на вторую часть также накидываю блин ну нормально эту детальку также мы сделали ничего добавлять не нужно так ладно давайте я прерву запись и в следующей записи я доделаю переднюю часть и дно будет готово